В 23 населенных пунктах в 8 районах Северо-Казахстанской области подтвержден птичий гриб. Вирус молниеносно распространился уже и на другие регионы страны. Удержится ли птичий бизнес на плаву и удастся ли предотвратить рост цен на куриное мясо и яйцо? Об этом и многом другом шла речь в Центральной службе коммуникации в столице. Падеж птицы только на Бишкульской птицефабрике на сегодняшний день зафиксирован в пределах 41 тысячи. Всего в 27 населенных пунктах в 11 районах отмечается падеж домашних пернатых. В 23 из них выявлен птичий гриб. Журналистов нашего телеканала, как и многих жителей региона, интересовал вопрос, почему, несмотря на то, что птичий гриб в соседнем Омске был зарегистрирован еще в конце августа, в Северо-Казахстанской области с диагнозом смогли определиться лишь спустя три недели, когда масштабы происходящего уже приобрели катастрофический вид. На что вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан ответила, что регион уже с начала года был в достаточном количестве снабжен необходимой вакциной. В начале года в Северо-Казахстанскую область было выделено 600 тысяч доз вакцин против птичьего гриппа, что позволило провакцинировать более 2 миллионов голов домашней птицы. Хочу напомнить, что на 1 сентября, если смотреть статистические данные, то в Северном Казахстане 2,6 миллиона поголовья птицы содержатся на частных подворьях. Дополнительно, как только поступила информация о опасности распространения птичьего гриппа в Северо-Казахстанской области, было выделено еще 873 тысячи доз, что позволяет еще дополнительно провакцинировать 3 миллиона голов. Птицефабрики, в которых своевременно проведена вакцинация, смогли сохранить поголовье, отметила спикер. Начал свою работу и республиканский эпизоотический отряд, который и будет определять ущерб фермеров как личных подворий, так и птицефабрик. На эти цели уже предусмотрено 390 миллионов тенге. В стране ежегодно производится примерно 5 миллиардов штук яиц, поэтому потребность внутреннего рынка 100% была обеспечена. 5 птицефабрик занимаются производством яиц в нашем регионе. Мощности двух птицефабрик из-за поддержки птицы, мы отмечаем, что ограничения будут, но остальные птицефабрики способны за счет собственных мощностей закрывать эту потребность. И Северо-Казахстанская область является сегодня достаточно самообеспеченным по яйцу, и они продукцию реализуют также в других регионах. К тому же санитарные врачи отмечают, что птичий грипп типа H5N8, выявленный на территории Северо-Казахстанской области, практически не опасен для человека. Вирус от человека к человеку не передается. Очень редко встречается заражение людей от непосредственно зараженных птиц, и то это происходит при прямом или косвенном контакте с инфицированной живой или мертвой птицей. Практически нет фактов передачи от продукции, птицепродукции, от мяса или яиц. Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Северо-Казахстанской области на сегодняшний день определён круг контактных лиц в количестве 398 человек. В медицинские учреждения, где отмечается эпизоатологическое неблагополучие, по птичьему гриппу направлены письма о взятии контактных лиц под медицинское наблюдение. Екатерина Белоусова, Служба новостей.